Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Добро пожаловать ко мне! Вот расстроенный мой муж с утра. Да ничего, прорвемся, не так ли? Такой у нас красивый двор. Кто-то приехал. Сегодня базарный день. Мы с моим ошканчиком идем гулять в поликлинику, анализы посмотреть. Там антибиотики назначили ему на завтра. Завтра мы начинаем зубы снимать, импланты вставлять. Так что все, потихонечку. Будем зубками с мужем. У меня сегодня 48-часовой день голодания. Так что вперед из песни! Мои дорогие зрители, смотрите, какое мы купили. Изобилие овощей и фруктов. Потом расскажу, что я, как я была на консультации у врача, что она мне сказала, какие рекомендации дала. Ну а сейчас мы после аптек зашли в магазин. Ой, мы зашли на базар и сделали небольшие покупки. Мы сейчас, смотрите, фруктов вообще нету. Вы видите, сахара, фруктозы совсем нету. Только ягоды. Вот эта вот клубника, она так пахнет. Было по 50, но она как будто на лекарствах сделана. Не настоящая, не пахла. А вот эта 35. Лук, значит, 15 лир килограмм сиреневый. Очень полезный. Вот мои спагетти из кабачков. Обалденный рецепт. Обязательно сниму, когда буду готовить. Так, здесь я купила две руколы. Она очень полезная. Купила мяту. Для меня и для птичек. Терри. Такие маленькие пучки. Обалдеть. Вот это вот, друзья мои, кислая. Это шавель. Это майданоз. Майданоз. Это петрушка. 15 лир килограмм стоит морковка. Грибы сегодня 70 лир килограмм, 80. А вот эти вот опята, не опята, а как они называют? Вешенки, вешенки. Они стоят 120 лир килограмм. Купила я вот такую вот мару. Аж мне купила капусточку. Уже она отходит. 20 лир. Вот такая штучка. Вот это вот 20 лир килограмм. Вот. Картошка. 20. Чеснок. Вот это вот 50 лир килограмм. Вот такие мы сделали покупки. А вот смотрите, у меня здесь тесто. Я его опустила только что. У меня с молока осталась сыворотка. Надо же ее использовать. Только опрямяла чуть-чуть и все. Буду раскладывать. Сегодня что я кушаю? Ничего я не кушаю сегодня, друзья мои. Ничего. У меня пошел 48-й час моего голодания. Сейчас мы с Сашкой мы выпьем кофе. Я займусь. Смотрите, чем занимаюсь я. Пересаживаю цветы. Вот этот пересадила. Вот этот. Почему, ну, у меня интересно? Ой, ну, Шашка. Здравствуйте. Я Рына. Вот глазик. Вот это. Видите? Такой у меня базар. Вот этот хочу пересадить. И поэтому землю сюда добавила. В общем, у меня есть дела сегодня. Да. Пошла я сейчас готовить с Ашкемом. Будем пить кофе. Миним Ашкема. Мое голодание подходит почти к концу. Пеку на йогу к девочкам. Сегодня с утра. Ой, погода замечательная. Никого нет. С утра сегодня померила сахар. У меня 76. Показатель отличный. Такого давления. 114 на 74. Друзья мои, я не помню такое давление у себя последние года. Потому что я была постоянной сахарной комией этой. Убивала себя. Да. Сейчас надену свои очки. Как я хочу черные очки. Ой, как я хочу черные очки. Скоро будут. Да. Так вот. Что я хотела еще сказать. Чувства голода у меня нет. У меня такая энергия. Я сделала сегодня йогу. Собрала тут сумку. Проснулась полдевятого. Знаете, что рекомендует доктор Берг? Высыпаться. Спать не менее 8 часов. Я легла полвторого. И проснулась полдевятого. 7 часов получилось. Но больше никак. Надо пораньше ложиться. Хотя я уже отключаюсь после часа. С таким графиком. Что я одела сегодня? Я одела вниз свитер. И сверху вот такой. Потому что он такой теплый. Чтобы не замерзла там. Куртки, муртки не хотела одевать. Так вот. Бегу. Навстречу. Потом сегодня иду на импланты. Не переживаю совсем. Потому что уверена в моем враче, в докторе. Что все у меня будет замечательно. И будет у меня зубки. Но какое-то время понадобится. Вот. Так что, мои дорогие. Вот такая вот у меня сегодня планы. А вечером. Кстати, вечером. Рука заболела. Надо быстро бежать к моим девочкам. Потому что время все рассчитано. Я должна прийти, приготовить себе покушать. Перед доктором походом. Обязательно пообедать. Почему? Потому что будут делать анестезию. Чтобы не было никаких осложнений. Нужно покушать. Потом я не смогу кушать. Вот. Будет рано. А вечером сегодня у меня зуба. Вот. Преподавательница написала, что начало седьмого, восьмого не будет зубы. Перенесли на полдевятого. Почему? Потому что начался мусульманский пост. Рамазан. И после Евтара будет ее зуба. Так что, очень многие не будут ходить. И набирается одна группа. Вот. Иду сегодня позже. У нас вот, я показывала, открылся такой отек ДНР. Сервис. У них все положено. Знаете, вот, риск. Если дорогу перейдут, чтобы аккуратно. Риск работы по найму, бизнеса по найму. Вот, бизнеса на земле. Банкротство, да? Из десяти новых открывающихся бизнесов один только продвигается. Здесь, в этом месте, сколько было открыто всего разного. И Донеров, и Монеров, и все, что хотите. Ничего у них не пошло. Ничего у них не пошло. Дай Бог, чтобы этот как-то, как-то продвинулся. А сколько затрат? Ну, настоящий бизнесмен тот, кто падает, встает, идет дальше. Друзья мои, я вышла на набережную. Посмотрите, какое замечательное море. В последнее время я очень часто вам записываю видео, мне кажется, да? Надеюсь, вы довольны моим поведением. Все хочется вам запечатлеть с нового телефона. Моего красивого телефона. Вы знаете, вот я сейчас расскажу вам про цели, да? И про счастье в каждую минуту. Я так хотела телефон новый. Всегда хотела... Не всегда хотела, а в последнее время хотела, конечно, айфон. Но по статистике айфон 15, он не такой классный, как айфон 14. Аналитик уже смотрим, и многие блогеры об этом говорят. Айфон 15. Когда я писала свое желание, айфон 14, я всегда говорила, даже вам, что вот мне сейчас столько денег на него выкинуть, 50 тысяч, 60, 70, 80. Но рука не поднимется. Если кто-то подарит, тогда с удовольствием. А кто подарит? Кто подарит? И вот поэтому ко мне он не шел. Когда вышел айфон 15, я знаете, как писала? Я сначала писала его, потом, когда узнала, что он не такой классный, я писала айфон 14, 15, 16 уже начала писать. Я уверена, что 16-й айфон будет моим. Вот. Потому что время придет тогда для айфона. Я для айфона должно прийти время. Потому что, чтобы иметь айфон, нужно соответствовать этому, да? А мне, у меня очень много планов, мои дорогие. Мне нужно моих внуков привезти на лето опять снова. Я за ними очень соскучилась. И они скучают по нам. Нужно им как-то сделать развлечение. Ведь бабушки для этого и дедушки и должны, чтобы делать детям приятное. Я так уже мечтаю. Я строю планы. Я собираю деньги на дорогу, на путешествия. Я хочу сделать в этом году еще лучше. Чтобы я сидела, не работала, а именно было все с детьми. Они уже взрослые у меня. Они будут мне помогать. Я хочу гулять с ними побольше. Побольше времени проводить с ними. В том году мне было сложно. У меня работы было много. А в этот раз я хочу прям погрузиться в них. Дать им подарить всю любовь. Сашке и мамашке. Он сейчас не работает. Будет больше возможностей куда-то нам выезжать, выходить. Вот такие планы у меня, друзья мои. Естественно, я довольна тем, что у меня есть такой телефон. 25 тысяч он стоит. Тоже не малые деньги. Лучший из не айфонов, мне кажется. И я так хотела новый телефон. Вы что думаете? Я неделю покопалась. Была такая счастливая. Радовалась этому телефону. А потом что? А потом я и забыла, что у меня такой телефон новый. Вот. От счастья нужно получать. Вот в каждом моменте. От этой пальмы. От этого цветочка. Понимаете? От этой красоты нужно счастье получать. Вот, смотрите. Вот счастье. Вот счастье. Мирное небо, счастье. Здоровье, счастье. Все это материальные ценности. Они не так важны. Поверьте мне. Поверьте. Женщине с таким опытом жизни. 52 года мне. Может, меня и поддержат девочки моего возраста. Вон моя Валюшка там сидит. Вот такие вот дела, друзья мои. Пошла встречаться с подружками. Деньги и нехватку Иисуса. Я отдаю тебе все обиды. Всю вину, которую я когда-либо давала. Все сравнения и не любовь, неуважение к себе и другим. Я прямо сейчас отдаю тебе все, что воли мне не служат. Все, что написала и не написала, не сделала и не сказала. Закончилось 48 часов после моего последнего приема пищи. Я быстренько приготовила себе кушать. Прибежала от встречи с девочками. Приготовила кабачок. Спагетти из кабачка. Жареные яйца. Капуста у меня. Еще есть на один раз. Готова эта капуста квашеная красная. Попробуем ее на вкус. Оливки, авокадо. Такая тарелка. И вода с уксусом и с лимонным соком. Лимоном. Вот, мои дорогие. Сейчас очень тороплюсь. Должна за 30 минут управиться с едой. Потому что иду по каким-то делам. Потом вам сообщу. Мои дорогие друзья, я дома. Сейчас у меня лед здесь. И расскажу вам о своих ощущениях, о своих впечатлениях, о лечении зубов в Турции. Что я могу сказать? Я очень довольна. Чем довольна? Ну, пока довольна. Сейчас у меня пока еще анестезия. Видите? Сказали, холод такой, все холодное. Уже еще не чувствую, но выпила антибиотику. Уже заранее выпила антибиотика и выпила обезболивающее. Сделали мне настоящую операцию. Настоящую операцию. Мой врач был, который вырвал мне зуб. И тот, и другой хирург. Специалист по имплантам. Ставили мне турецкий имплант. Я на больше не думала. Где-то 20 тысяч это будет. У меня два импланта. И мост, кажется. Не знаю. Будем разбираться с деньгами. Мой муж ничего не спросил. И мне тогда объяснили первый раз 20 тысяч. Ну, 20 тысяч. Или 25, или 20. Ну, неважно. Сделали мне укол обезболивающий. Потом это все возились. Долго там. Мне понравился сервис. То, что я не давилась от слюны, от воды, от всего. Два врача работали очень искусно. Др-р-р-р-рели-ли. Дрели-ли там. Я ничего не чувствовала. Я просто закрыла глаза и ждала своего часа. Мой муж такой заботливый. Сидел рядом со мной. А ему то же самое сделали. Он разговаривал там с врачами. Такая ситуация. Я так обожаю, когда он разговаривает. У меня такое, знаете, такое спокойствие. Такой у меня трендычиха. Все время разговаривает, разговаривает. Вот. И потом вытирал мне даже кровь тут с лица моего. А ему вырвали зуб все-таки и поставили туда имплант. Через три месяца вроде будет. И нам наложили швы. Даже в десну заглядывать не хочу. Неприятная такая картина. Вот. На зубы решила сегодня не идти, потому что все-таки операция. И мне открыли, вставили имплант. Потом все зашили. Это операция нитками. И через неделю мы пойдем на снятие ниток. Вот. Муж лег сейчас. А я сейчас должна. И чуть-чуть дома полежу. А потом все-таки пойду заниматься своими делами. Потому что он мне сегодня так с девчонками бегала. Быстро покушала. Антибиотик выпили, обезболивающий выпили. И еще что. И все, мои дорогие. Будем смотреть дальше. Как мои импланты будут приживаться. Будут пить антибиотики и тому подобное. Будет пить антибиотики и тому подобное.